В эфире телеканал А24КЗ, деловая программа ресурсы с обзором экономических новостей. В ближайшие пять минут Эльвира Найманбаева. Здравствуйте. Банки развития государств участников ЕАЭС намерены активизировать поддержку среднего бизнеса. Об этом заявил председатель Внешэкономбанка России Владимир Дмитриев. В Сочи по итогам заседания Совета банков развития ЕАЭС. Мы с коллегами договорились, и это является одним из приоритетных направлений деятельности любого национального банка развития. О том, что мы больше акцент будем делать в пользу поддержки среднего бизнеса, как основы социально-экономического развития, как основы технологического развития и как более мобильной части бизнеса, который в состоянии активнее адаптироваться к среде и расширять взаимодействие с партнерами в других странах, отметил глава ВЭП. Совет согласовал план совместных действий институтов развития ЕАЭС по сотрудничеству в инвестиционной и торгово-экономической сферах. Стороны намерены разработать совместные программы финансирования экспорта продукции на кооперационной основе, проработать возможность создания банка совместных проектов, направленных на поддержку высокотехнологичных и экспортоориентированных производств, регламентировать взаимодействие банков развития ЕАЭС при отборе, экспертизе и реализации совместных проектов. Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть и цветные металлы в 2015-2016 годах. Говорится в ежеквартальном докладе Commodity Markets Outlook. Нефть – корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом. Как ожидают аналитики, в текущем году в среднем будет стоить 52 доллара за баррель, а не 57 долларов за баррель, как прогнозировалось в июле. Пересмотр отражает дальнейшее замедление темпов глобального экономического роста, значительные запасы нефти и ожидание увеличения экспорта из Ирана после снятия международных санкций. В 2016-м прогнозируется дальнейшее снижение среднегодовой стоимости нефти до 51 доллара за баррель. При этом прежняя оценка составляла 61 доллар за баррель. В целом энергоносители подешевели за третий квартал на 17% вслед за возобновившимся падением котировок нефти. Эксперты ВБ предполагают, что в 2015-м энергоносители будут в среднем стоить на 43% меньше, чем в прошлом году. В следующем году ожидается дальнейшее снижение примерно на 2%. Цены на сырье без учета энергоносителей в третьем квартале уменьшились на 5%. Средний показатель за текущий год предположительно будет на 14% ниже прошлогоднего уровня, сообщается в отчете банка. А международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по ценам на нефть марки Brent в 2016 году до 53 долларов за баррель против предыдущей оценки в 57 долларов за баррель. Ухудшен также прогноз по WTI до 48 долларов с 52 долларов на фоне ожиданий более медленных темпов повышения ценовой конъюнктуры в 2016-2017 годах, чем прогнозировалось ранее. В 2017-м по прогнозам аналитиков агентства стоимость обоих сортов нефти может вырасти на 7 долларов за баррель, что на 5 долларов меньше, чем Moody's ожидала ранее. Мы считаем, что цены на нефть останутся ниже в течение длительного периода, так как большие объемы запасов и переизбыток сырья приводят к более медленным темпам роста цен. Несмотря на то, что объем поставок на рынок должен начать падать по мере снижения капитальных расходов, увеличение иранского экспорта может оказать дополнительное давление на цены на нефть в 2016 году, сказал управляющий директор по корпоративным финансам Moody's Стив Вуд. Американский Минфин несколько смягчил критику валютной политики Китая, указав в полугодовом отчете по валютным рынкам, что курс юаня в настоящее время ниже адекватной среднесрочной оценки, пишет The Wall Street Journal. В предыдущем аналогичном отчете говорилось, что китайская валюта является значительно недооцененной. Напомню, в августе Народный банк Китая провел самую масштабную за два десятилетия девальвацию юаня, снизив справочный курс нацвалюты на 1,9%. Нацрегулятор пообещал, что это действие является разовым и подчеркнул, что оно поможет движению юаня в направлении большей рыночной свободы. НБК также изменил практику установки справочного курса. Начиная с 11 августа он основывается на рыночной стоимости нацвалюты на конец предыдущей сессии. Многие эксперты как в Конгрессе США, так и на Уолл-стрит опасались, что китайские власти будут стимулировать дальнейшее ослабление юаня, чтобы получить дополнительное конкурентное преимущество в торговле. На сегодня все. Напомню, что наши выпуски можно посмотреть на официальном сайте 24.kz. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин